здравствуйте дорогие друзья сегодня рисую синеку по просьбе одного из моих подписчиков вот сначала я делаю пропорции наношу пропорции потом набрасываю повернутый слегка череп лицевая часть перспективные линии обрубовка рисую с плечами его длинными линиями изображаю в общем форму нахожу переносицу слегка как всегда ошибаюсь но это нормально набросок и уточненный рисунок не всегда совпадают вот это переносится как центр города от которого идут все дороги сначала на глаз развиваем глазомер рисование все должно исходить от наброска и только потом можно немного поизмерять синеку я рисую впервые выбрала вот такой ракурс посложнее хотя он со всех сторон мне нравится но здесь у него такая динамика позы уточняю крайние точки углы наклона волос у него немного все очень выразительно таких мужчин я люблю забываю про ось всегда ось идет на протяжении рисования всей головы от верха до окончания в данном случае это грудная клетка и везде есть ось так как человек симметричен условно нарисовала его волосы как шлем набрасываю области рта рот у него приоткрыт поэтому расстояние от верхней до нижней губы больше чем если бы закрыта была вот это волосы по плоскостям надо уметь обобщать вот все его многочисленные вот эта боковая часть я так чуть-чуть набросала сейчас уточняю уже более конкретно как идут плоскости носа вот отверстие носовая кость горбинка так как у него приподнята это носовая кость так как мы смотрим снизу нижняя плоскость довольно большая пропорционально ко всему носу вот пятачок как я это называю пятачок это плоскость между площадкой носа и нижней частью носа границы света и тени помогает понять плоскости носа пропорции самого носа ширины к высоте где-то одна целая и меньше половины прекрасный мужчина общественный деятель на государственный деятель воспитатель нейрона философ драматург поэт писатель незаврядная личность но этот скульптурный портрет под сомнением что это он то есть там два варианта его портреты сохранилась вот этот в расцвете сил и уже более старший плотный мужчина не тот и не другой не считается правдивым ну в общем решили пусть это будет сенека скульные кости очень хорошо видны что с одной что с другой стороны расстояние до низа верхней губы я сравнила с носом но углы тут уже ни с чем не сравнить тут просто глазами сканируем и переносим на лист бумаги подбородок у него плавно переходит в растительность ну видимо с растительностью у него не не богато было поэтому все так чуть-чуть бородка небольшая усики жиденькие да и волосы тоже так прятками спускаются слегка ну нам же проще и ему бриться меньше было хотя они не брились растет и растет ну может быть когда-то там брились редко вот усики но их еле видно эти усики все сливается с объемом головы но все равно рассмотреть можно и конечно же они все кудрявые там с прямыми волосами я не знаю ни одной головы все кудрявые не забываю про перспективные линии ось перспективные линии плоскости красивый разворот голову он приподнял наклонил наклонил потому что когда человек поворачивает голову он неизбежно ее наклоняет все по плоскостям прорабатываю для чего я прорабатываю по плоскостям вообще не только я все чтобы потом адекватно штриховать чтобы все вот эти вот ребра этих плоскостей соответствовали разнице тональности чтобы видеть эти плоскости на на всем на гипсовых головах на на живых натурах на яблоках на на всем надо сначала с простого начинать то есть берете кривую картошку и разбиваете ее по плоскостям вот банан хорошо подходит картошка только кривая вот этот бородка у него но вернее это границы святой тени а сама бородка начинается очень ненавязчиво или или ключицы и рёмная ямка вот ключицы положение шеи очень характеризует положение головы у него даже красивый срез грудной клетки очень красивый вот я сомневаюсь вот в этом месте сравниваю и все-таки все-таки нет все-таки правильно у меня было вот иногда сомневаешься сомневаешься потом приходишь к тому что на глаз набросано то есть интуиции надо доверять но и проверять доверяй да проверяй называется услышала в интернете ударение сенека была очень удивлена поражена как так я всю жизнь неправильно ударяла сенеку оказывается сенека но потом узнала что ударение двойное возможно и то и другое но сенека предпочтительнее ну ладно вздохнула с облегчением вот плоскости даже усов то есть усы это вокруг верхней челюсти идут идут область рта это сфера как будто человек проглотил яблоко поэтому все идет по по дуге по окружности усы я рассматриваю тоже как коробочку то есть это трехмерное нечто нечто все с носом сравниваю очень удобные единицы измерения как сантиметр метр рубль доллар вот все можно измерять носом сколько нос сколько носов входит туда то туда то или там пол носа или пол или четверть носа или сколько глаз входит в нос как я с учениками говорю а теперь вставим глаз в нос там ус в нос или сколько носов входит в голову это очень удобно единицы измерения именно поэтому я носу придаю такое значение то есть сначала надо найти переносицу потом размер носа потом где он находится на голове относительно ширины головы а потом я уже смело могу вставлять этот нос везде все сравнивать с ним это очень удобно и даже расположение глаз все обусловлено размером носа то есть выше переносицы ниже переносицы правее крыла левее крыла так это поршик играет как всегда несмотря на то что кажется что глаза у него очень незначительные но они у него не глубоко посажены в результате кажется что они освещены вернее они освещены и так освещены и кажутся небольшими а они довольно большие опять же если вставить глаз в нос это можно понять вот мешки под глазами чем больше я рисовала чем дальше я рисовала синеку тем больше он мне нравился и 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 все все сразу то есть нет такого что вот я сейчас вот это нарисую потом перейду туда потом перейду туда нет надо везде везде тонким слоем оставлять информацию порисовала рот порисовала волосы порисовала глаза и вот так вот по голове скачу скачу возвращаюсь по многу раз к одному и тому же вопросу потому что все это взаимосвязано не изолировано рисую я карандашиком аж панта а бумага у меня простая просто для принтера она очень гладкая и выносливая как оказалось это 3 вот что левый глаз я сравнивала с носом что правый глаз я сравниваю с носом и одновременно с глазом я конечно же рисую это что находится сверху то есть надбровная дуга с бровями и снизу мешки под глазами очень удобно когда ластик прямо на карандаше я перехожу на тон я отграничила свет и тень то есть нарисовала границы света и тени и теперь заполняю тень вот уже объем появляется видно где боковая часть где нижняя где передняя часть лицевая видео получилось длинная поэтому я не довожу до вот прям вот до такой натуралистичной картинки слишком долгое видео получается но мне кажется если вот такое сделать то красивую картинку доделать это уже это уже сами можете главное конструктивное построение вот эти не спадающие локоны очень плоскостные у него интересно их рисовать так я убираю яркие линии чтобы они не перебивали плавные переходы судя по моим ученикам большую трудность вызывают полутени конечно вот очень важно найти границу света и тени но вот как ударить в том месте где нет никаких границ есть плавные переходы от более светлой полутени к более темной полутени вот это вот вызывает сложности потому что я говорю например нажми посильнее очень сильно нажимает я говорю не сильно нажимай вообще не нажимать то есть я не могу на словах передать то как нажать и вот в этом сложность то есть это надо чувствовать а чтобы вот изобразить именно вот эту складочку вот эту улыбочку надо так тонко заштриховать чтобы это было похоже но какой я делаю из этого вывод здесь падающая тень что надо рисовать миллион яблок лимонов вазочек драпировок яиц чтобы понять как надавить на карандаш как сделать правильный наклон линии угол наклона поэтому когда человек который не рисующий говорит я хочу рисовать голову портрет вот хочется его немного опустить на землю и сказать нарисую сначала много много яблок и так далее на этой голове не очень хорошо видны падающие тени но если знать всю теорию теней то это можно с легкостью предположить если свет слева свет встречается с тенью как препятствие потом идет рефлекс потом падающая тень то есть все можно даже теоретически распознать что там происходит очень частая ошибка когда теневая поверхность носа светлая еле-еле заштрихованная зато ноздри прям чернющие в данном случае они вообще не чернющие самое темное здесь это вот поверхность в общем пространство между губами вот очень интересный нос площадка носа идет не до кончика носа а заканчивается в районе носовой кости потом расширяется и опять приходит кончик у носа вот это интересный объем нависающий и здесь же и вот мешок под глазом глазница в тени в падающей собственная тень на надбровной дуге мешок очень эмоциональный ракурс но он с самого начала эмоциональный был даже когда на стадии черепа он уже был эмоциональный череп а со штриховкой он вообще такой переживательный получился вот плоскостные вот эти вот прядки интересные то есть я оставляю белую полосочку слева вот получается объемчик вот я до до Здесь на надбровной дуге у него довольно сильная тень. Падающая тень на верхнее веко, глазница там. Слегка показываю бровки, волосы, на лбу у него морщины, губа нижняя. Так, и усы идут к бороде. Вот бородка. Легко-легко все рисую, потому что это небольшая тень. Не тень, даже полутень. Вот такое видео у меня получилось. Если вам понравилось мое видео, мой ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в гости, буду всегда рада. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.